Сура 90. Город. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Нет, я, Аллах, клянусь этим городом Меккой, и ты, о пророк, живёшь в этом городе. И клянусь я родителям, рождающими, и тем, что он породил, рождаемыми, как из числа людей, так и из числа животных. Ведь мы создали человека в заботе. Человек всю свою жизнь пребывает в мирских заботах до тех пор, пока не умрёт. А когда умирает, человека постигают заботы могильной жизни и ожидания вечной жизни. Неужели он, человек, думает, что его никто не переможет, что он останется безнаказанным за свои плохие поступки? Говорит он, неверующий, «Я израсходовал богатство, несметное, на борьбу с исламом. Неужели он думает, что его никто не видел?» Разве мы не сделали ему глаза, чтобы он видел, и язык, и губы, чтобы говорил? И разве мы не указали ему на две высоты? Разве мы не научили его отличать добро и зло, и не указали к ним пути? А он не стал преодолевать препятствия. Откуда ты мог знать, что такое препятствие? Препятствие – это отпустить раба на свободу. Он не перешел затруднения, которые стоят между ним и подчинением Аллаху, как, например, не удерживал свою душу от плохого и следовал своим прихотям и сатане. Или накормить в день голода сироту из числа родственников, или бедняка оскудевшего, у которого ничего нет. «Кормление такого сироты или бедняка в дни всеобщего голода, когда каждый заботится только о себе и своей семье, является проявлением особого усердия в повиновении Аллаху, когда человек оказывает помощь и приносит пользу его рабам. И такой человек заслуживает того, чтобы быть причисленным к числу обитателей рая. При этом, при преодолении препятствия, он был из тех, которые уверовали и заповедовали между собой проявлять терпение в делах служения Аллаху и в отстранении от грехов, когда их постигла беда, и заповедовали между собой милосердие по отношению к рабам Аллаха. Такие люди правой стороны – обитатели рая. А те, которые стали неверующими в мои знамения, не признали, отвергли их или усомнились, такие люди левой стороны – обитатели ада, над которыми будет сводчатый огонь ада.